Привет, друзья! Мы с вами завершили все времена. Всего получилось 7 видео, где времена разбираются одно за другим и сравниваются друг с другом. Если вы еще не смотрели эти видео, обязательно их посмотрите. Также напоминаю про шпаргалку по всем временам, которая будет служить вам подсказкой. В ней даны схемы, как образуются все времена, перечислены основные случаи употребления времен и слова-помощники. Она бесплатная, скачать ее можно по ссылке в описании. А сегодня мы проведем финальный урок, повторим все времена, вспомним их основные особенности и на конкретных примерах посмотрим, в чем разница в значениях. Для этого мы будем заполнять таблицу. Всего в английском языке 12 времен, по 4 времени на каждый временной пласт. 4 настоящих – present, 4 прошедших – past и 4 будущих – future. В эти 4 времени входит простое время – simple, длительное – continuous, завершенное – perfect и завершенное длительное – perfect continuous. В каждом временном пласте у них один и тот же принцип построения и употребления. Давайте начнем с present simple – простого настоящего времени. Это время мы используем, чтобы описать действие, которое происходит вообще. В принципе, мы его совершаем постоянно, регулярно, либо иногда, либо никогда. Чтобы образовать это время, мы берем для местоимений I, you, we, they глагол, как он есть – I work. Для местоимений he, she, it мы добавляем к глаголу окончание s – he works. Чтобы образовать вопрос, нам понадобятся вспомогательные глаголы do и does. Для местоимений I, you, we, they – do. Мы его выносим вперед. Do you work? Do we work? И для местоимений she, he, it – does. Does мы тоже выносим вперед. Does she work? И чтобы образовать отрицание, берем don't для местоимений I, you, we, they, или doesn't для местоимений he, she, it. I don't work. He doesn't work. Does и doesn't забирает на себя окончание s. Формы глагола to be в этом времени выглядят так. I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. Например, he is a doctor. Он – врач. She is kind. Она добрая. Дальше, время present continuous. Настоящее длительное время. I am working right now. Я работаю прямо сейчас. Я работаю над большим проектом. Не прямо сейчас, но в данное время. Present continuous указывает, что этот проект временный. Мы используем present continuous, чтобы описать действие, которое происходит либо прямо сейчас, либо не прямо сейчас, но в данное время, в данный момент. И это действие происходит временно. Чтобы образовать present continuous, мы берем вспомогательный глагол to be и к смысловому глаголу добавляем окончание ing. Формы глагола to be будут зависеть от местоимения. Мы будем выбирать либо am, либо is, либо are. Чтобы задать вопрос, выносим to be вперед. И чтобы образовать отрицание, ставим отрицательную частицу not после глагола to be. I am not working. Я не работаю. You are not working. Ты не работаешь. He isn't working. Он не работает. Также present continuous мы можем использовать для выражения запланированных действий. I am working tomorrow. Я работаю завтра. Я в этом на 100% уверен. Это уже запланировано. Формы глагола to be в этом времени выглядят так. I am being, you, we, they, are being, he, she, it, is being. Когда могут понадобиться такие сложные формы глагола to be? Когда мы с вами проходили present continuous и present simple в самом первом видео по временам, мы про это говорили. И у нас был такой пример. You are being selfish. Ты ведешь себя эгоистично. То есть вообще человеку не свойственна такая черта характера, как эгоистичность. Если бы он в принципе по жизни был эгоистичным, мы бы про него сказали You are selfish. Ты эгоистичный. Но в данном случае человек сам по себе не эгоистичный. У него нет такой черты. Но в данный момент почему-то он себя именно так ведет. И мы говорим ему You are being selfish. Ты сейчас ведешь себя эгоистично. И еще такие сложные формы глагола to be могут встретиться при образовании пассивного залога. Например, the room is being cleaned at the moment. Комната убирается в данный момент. Комната не сама себя убирает. Ее кто-то убирает. Это пассивный залог. Но действие происходит в данный момент. И мы используем вот такую сложную форму глагола to be, чтобы показать, что перед нами present continuous. Что действие происходит прямо сейчас. The room is being cleaned. Дальше время present perfect. I have worked a lot today. Я поработал много сегодня. Это время мы используем, чтобы описать действие, которое закончилось и имеет результат в настоящем. При этом не важно, когда именно оно закончилось. Нам важен только результат этого действия на данный момент. Чтобы образовать это время, мы используем вспомогательные глаголы have или has в зависимости от местоимения. И к смысловому глаголу добавляем окончание ed, если он правильный, или берем его из третьей колонки, если глагол неправильный. Для местоимений I, we, you, they форма вспомогательного глагола have и для местоимений he, she, it форма вспомогательного глагола has. Чтобы задать вопрос, выносим have, has вперед. И чтобы образовать отрицание, добавляем not после have или has. Формы глагола to be в этом времени будут для местоимений I, we, you, they have been и для местоимений he, she, it has been. Ну, например, it has been a good day so far. Это был хороший день до настоящего времени, до сих пор. То есть, если пока ничего не случилось и вам день нравился, вы можете сказать, пока это был хороший день. Что дальше произойдет, мы не знаем. Нам важно, что на данный момент есть результат, день был хорошим. It has been a good day so far. So far это до сих пор. Дальше, время present, perfect, continuous. Настоящее, завершенное, длительное. I have been working for the last two hours. Я работал последние два часа. Это время используется, чтобы описать действие, которое длилось какое-то время до нынешнего момента. При этом оно могло закончиться, а могло и нет. Нам не важен его результат, а важна именно его длительность и то, что оно продолжалось до настоящего момента. Вспомогательными глаголами здесь будут have been или has been в зависимости от местоимения. И к смысловому глаголу мы добавляем окончание ing. Чтобы задать вопрос, выносим первый вспомогательный глагол вперед, то есть have или has. Have I been working? Has she been working? И чтобы образовать отрицание, добавляем частицу not после have или has. Формы глагола to be в этом времени будут have been being для местоимений are you with a и для местоимений he, she, it has been being. Опять же, такая сложная форма глагола to be может нам понадобиться при образовании пассивного залога. Например, the room has been being cleaned for two hours. Комната убирается два часа или комната убиралась два часа. То есть до нынешнего момента комнату убирали два часа. И нам не важно, убрали ее или нет. Нам важна именно длительность этого действия, что ее убирали два часа. Время past simple. Простое прошедшее. Я работал в крупной компании пять лет назад. Это время мы используем, чтобы описать действие, которое произошло в прошлом. Оно произошло вообще, в принципе. Это было постоянное регулярное действие в прошлом. Оно происходило не в какой-то определенный момент. И для этого времени в предложении у нас будет четкое указание времени. Чтобы образовать past simple, мы добавляем к смысловому глаголу окончание "-иди". Или, если глагол неправильный, берем его из второй колонки. Для всех местоимений форма будет одинаковая. Чтобы задать вопрос, нам понадобится вспомогательный глагол. Им будет did. Опять же, для всех местоимения одинаково. И чтобы образовать отрицание, берем didn't. Для всех местоимений одинаково. Did и didn't забирает на себя неправильную форму глагола и окончание "-иди". Формы глагола to be в этом времени для местоимений I, he, she, it was и для местоимений you, we, they were. Следующее время. Past continuous. Прошедшее длительное. I was working yesterday evening when you called. Я работал вчера вечером в тот момент, когда ты позвонил. Это время мы используем, чтобы описать действие, которое было длительным. Оно происходило в определенный момент в прошлом, мы были в процессе этого действия в этот момент. Мы начали и еще не закончили. Это было фоновое действие, которое происходило в момент, когда случилось что-то еще. Чтобы образовать это время, мы берем вспомогательный глагол was, were в зависимости от местоимения и к смысловому глаголу добавляем окончание "-ing". Для местоимений I, he, she, it берем was, I was working. Для местоимений you, we, they берем were, you were working. Чтобы задать вопрос, выносим was, were вперед. Was I working? Was he working? Were you working? Were they working? И чтобы образовать отрицание, добавляем not после was, were, wasn't и weren't. I wasn't working. You weren't working. Формы to be в этом времени будут. Was, being для местоимений I, he, she, it. И для местоимений you, we, they were, being. Опять же, эти формы могут нам понадобиться для образования пассивного залога. Время past perfect. Прошедшее завершенное. I had finished my work by the time he came home. Я закончил работу перед тем, как он пришел домой. Это время используется, чтобы описать действие, которое было завершено до того, как случилось что-то еще. Нам важен результат действия, а не его длительность. Вспомогательным глаголом здесь будет had. К смысловому глаголу добавляем окончание – иди, или если глагол неправильный, берем его из третьей колонки. Для всех местоимений форма одинаковая. I had worked. We had worked. He had worked. Чтобы задать вопрос, выносим had вперед. Had I worked. Had he worked. И чтобы образовать отрицание, добавляем not после had. I hadn't worked. Форма глагола to be в этом времени для всех местоимений одинаковая. Had been. Время past perfect continues. Прошедшее завершенное длительное время. I had been working for two hours by the moment you called. Я работал два часа перед тем, как ты позвонил. Мы используем это время, чтобы описать действие, которое было длительным и происходило до того, как случилось что-то еще. И оно происходило какое-то время до того, как случилось что-то еще. Нам важен сам процесс, длительность действия, а не его результат. Вспомогательным глаголом здесь является had been. И к смысловому глаголу добавляем окончание ing. Для всех местоимения одинаково. I had been working. You had been working. She had been working. Чтобы задать вопрос, выносим had вперед. Had I been working? Had we been working? Had he been working? И чтобы образовать отрицание, как обычно, добавляем not после первого вспомогательного глагола. После had. Hadn't. I hadn't been working. Форма глагола to be здесь тоже для всех местоимения одинаковая. Had been being. И опять же, она нам может понадобиться для образования пассивного залога. И теперь обсудим будущие времена. Future simple. Простое будущее время. I will probably work tomorrow. Я, возможно, буду работать завтра. Это время мы используем, когда говорим о будущем в целом, не об определенном моменте. Мы предсказываем будущее, говорим свое мнение. Или решаем что-то сделать спонтанно, не планируя заранее. Вспомогательный глагол здесь will. К нему мы добавляем смысловой глагол, как он есть, без каких-либо дополнительных окончаний. Для всех местоимения одинаково. I will work. You will work. He will work. Чтобы задать вопрос, выносим will вперед. Will you work? Will they work? Will he work? И чтобы образовать отрицание, добавляем not после will. I will not work. We will not work. He will not work. Форма глагола to be здесь тоже для всех местоимения одинаковая. Will be. Future continues. Будущее длительное время. I will be working tomorrow at 6 o'clock in the evening, so don't call me. Завтра в 6 часов вечера я буду работать, так что не звони мне. Здесь мы описываем длительное действие, которое будет происходить в определенный момент, в будущем. Мы будем в процессе этого действия. Начнем и еще не закончим. Вспомогательный глагол здесь will be. И к смысловому глаголу мы добавляем окончание ing. Для всех местоимения одинаково. I will be working. We will be working. He will be working. Чтобы задать вопрос, выносим will вперед. И чтобы образовать отрицание, добавляем not после will. Форма глагола to be для всех местоимения одинаковая. Будущее завершенное время. Я закончу всю работу к тому моменту, как пойду домой. Это время мы используем, чтобы описать действие, которое завершится к определенному моменту в будущем. Нам важен результат действия, а не его длительность. Вспомогательный глагол will have. К смысловому глаголу добавляем окончание иди, или если глагол неправильный, берем его из третьей колонки. Для всех местоимения одинаково. I will have worked. You will have worked. He will have worked. Чтобы задать вопрос, выносим will вперед. Чтобы образовать отрицание, добавляем not после will. Форма глагола to be тоже для всех местоимения одинаковая. We'll have been. И последнее время. Future perfect continues. Будущее завершенное длительное время. Я буду работать три часа к тому моменту, как мы будем ужинать. Действие будет длиться какое-то время к определенному моменту в будущем. Нам важна именно длительность действия, а не его результат. Вспомогательный глагол здесь will have been. Плюс к смысловому глаголу добавляем окончание ing. Для всех местоимений тоже одинаково. I will have been working. We will have been working. He will have been working. Чтобы задать вопрос, выносим will вперед. Чтобы образовать отрицание, ставим not после will. И форма глагола to be тоже для всех местоимений одинаковая. We'll have been being. Вот и все. Я вас поздравляю. Мы прошли все времена. Конечно, в этой табличке мы повторили только основные особенности этих времен и вспомнили, как они образуются. Если вы хотите изучить эти времена более детально, то посмотрите предыдущие видео. Там они разбираются более подробно. Сегодняшнюю табличку я оформила в файл PDF. Вы можете скачать ее по ссылке в описании и использовать ее как шпаргалку. Ну и также не забывайте про полноценную шпаргалку, про которую я говорила в самом начале видео. На сегодня это все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok